На приеме у пчел или мед против простуды. Официальная медицина и народные целители пришли к единому мнению, что одним из самых эффективных продуктов в борьбе с зимними напастями является мед. Наша съемочная группа побывала на медовом производстве и узнала обо всех секретах этого натурального продукта. Специальный репортаж нашего корреспондента. Дмитрий Конаков на правах руководителя медового проекта знакомит нас с производством. В этот цех доставляют мед с уникального экологически чистого района Катон-Карагайского заповедника. Какой путь проделывает мед, прежде чем попасть на стол карагандинцев, узнаем из первых уст. Термокамера, в которой мед накрывается при температуре 39-40 градусов. Это оптимальная температура, при которой ферменты, микроэлементы и витамины все сохраняются. На сегодняшний день алтайский мед считается одним из лучших в мире. Из 24 содержащихся в крови человека микроэлементов, 22 содержатся в меде. Его по праву можно назвать кладовой витаминов. Аппарат разливочный. Он разливает мед, который превращен в жидкое состояние, раскристаллизованный. После того, как мы достаем его с камеры, мы его доставляем сюда и начинаем разливать. Общеукрепляющее, противоплесневое, обеззараживающее и успокаивающее действие. Вот далеко не весь список полезных свойств этого вкусного лекарства. В зимнее время это отличный способ поддержать иммунитет и справиться с простудой и гриппом. Чтобы быть здоровым, мед нужно кушать регулярно. Дмитрий Конаков об этом сладком продукте знает все. Даже разработал систему его употребления. Говорит, способ проверенный. О простуде и прочих недугах можно забыть. У употребления меда несколько подходов. Но можно разделить его так. Утром наточак 2 чайные ложки, в обед после еды через 2-3 часа 2 чайные ложки. И вечером 2-3 чайные ложки перед сном, для того, чтобы успокоить организм. Потребление меда всего идет 2 месяца. После этого делаем перерыв, чтобы наш организм усвоил все эти витамины. И потом начинаем кушать его снова. Польза от регулярного потребления меда несомненная. Но есть несколько правил, которых нужно придерживаться. Много людей потребляют мед, потребляя его в горячий чай. При температуре той, в которой чай кладут мед, все ферменты, микроэлементы и витамины, они просто улетучиваются. Мед становится бесполезным. Плюс еще выделяется ядовитое вещество оксиметилфурфурол. Это очень опасное вещество и при длительном употреблении может нанести вред. Мед надо употреблять просто. Мы его кушаем, запиваем теплым чаем. Тогда он приносит нам пользу. Компания ИП «Алибаев» основана в 2012 году. За короткое время их продукция уже получила признание среди карагандинских любителей полезного лакомства. После того, как укупорят баночку, мы наклеиваем этикетки. Это заключительный штрих перед тем, как наш мед попадет на прилавок, для того, чтобы наши покупатели смогли бороться с гриппом. Вот такие баночки с целебным натуральным медом можно приобрести в аптеках «Биосфера». А в скором времени его можно будет найти и на прилавках супермаркетов. Будьте здоровы! Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.